Всем привет, добро пожаловать обратно на канал, с вами Веня Пак и вы на канале LinguaTrip TV И если вы хотите узнать про 30 самых популярных и полезных прилагательных в английском языке То это видео для вас, оставайтесь до конца Итак, давайте не будем затягивать, переходим сразу к списку полезных прилагательных Используемых, популярных, полезных прилагательных в английском языке Поехали! И номер один это adorable Adorable значит милый, прелестный Look at this adorable puppy What? Adorable Adorable Следующее прилагательное это agreeable И я понимаю, что вы думаете, agree это соглашаться Agreeable значит это какой-то согласный или легко соглашающийся человек Но не совсем Agreeable означает больше приятный или приемлемый Конкретно для чьих-то вкусов или нужд То есть как бы вот что-то вот это вот соглашается с моими потребностями и вкусами Например The terms of this deal are agreeable То есть они приятные, для меня приемлемые, они в согласии с тем, что мне нужно Я думаю, вы понимаете связь Номер три это Aggressive И aggressive, как вы можете догадаться, значит Столица Великобритания, шучу Это была шутка, плохая она была Aggressive это агрессивный Но агрессивный не в плане агрессия, в плане злой Я злой и я агрессив Нет Aggressive больше, значит, используется чаще всего в агрессивном подходе к чему-то Если я работаю над чем-то или что-то делаю Преследую какие-то цели или мечты Я это делаю с агрессивным подходом То есть я делаю все, что мне нужно делать В десять раз больше, в десять раз дольше То есть агрессивный подход Например, I am very aggressive with how I pursue my dreams Aggressive Номер четыре Отличное слово И это слово Alert И я такого слова на русском языке не знаю Поэтому для меня это отличное слово Слово Alert Это как бы быть в состоянии повышенного внимания В состоянии бдительности Вы сейчас в чужом городе, в чужой стране Поэтому Stay alert Глаза на затылке То есть всегда Будьте бдительны Наверное, так я скажу So stay alert Номер пять Annoying Когда кто-то или что-то annoying То это значит раздражающий Или надоедливый This presentation is so long, it's annoying Например I'm annoying I'm annoying Номер шесть Anxious Слово anxious Это полная противоположность Слово excited Anxious Это значит тревожный Или взволнованный То есть вы Знаете, вот мы говорим I'm looking forward to Типа я не могу уже дождаться чего-то Вот anxious Это наоборот То есть что-то приближается Я этого не хочу То есть тревожный Взволнованный Но в плохом В негативном Более негативном смысле Нежели excited Например Я должен дать презентацию В против 200 людей И я очень боюсь Нужно Номер семь Аттрактив Аттрактив Значит привлекательный Вы можете назвать Аттрактив кого угодно Мужчину Женщину Или Какую-то вещь Какой-то предмет Или Объект В принципе тоже Но чаще всего мы это оставляем для людей То есть вы называете кого-то привлекательным или красивым Но это слово имеет более нейтральный И такой тон То есть на дистанции Вы как бы немножко удаленно говорите об этом Вы не говорите Вау Она красивая Вы говорите Она красивая То есть это более как-то нейтрально Я не хочу сказать профессионально Но более удаленно Номер восемь Аверич Аверич значит Средний Среднестатистический Обычный Ничем не выделяющийся Аверич Например I wanna be great I don't wanna be average И вы часто это видите в статистиках Типа Аверич Парсин В своих 20х Спенс 5 тысяч долларов в месяц Это не статистика Это я так вот придумал Аверич Номер девять Bored Bored Это Не то чтобы скучно А это Тот кому скучно Если что-то скучное То вы говорите Boring С окончанием Ing Типа The presentation was boring Но bored Это тот кому скучно The presentation was boring I was bored Не путайте Bored Номер десять Brave Brave Смелый Храбрый Отважный И это может быть Wow You're so brave For running into the burning building And saving these children Или это может быть В переносном смысле You're gonna wear that? That's brave С сарказмом слегка Braid Номер одиннадцать Breakable Breakable Очень такое нелепое слово Знаете Его вот так вот Взяли и создали Не для чего Breakable Значит Как раз то О чем вы думаете То что поддается Ломанию Очень легко Хрупкий Хрупкий? Да Наверное хрупкий Как Fragile Только Breakable Хрупкий Или Ломкий Я даже не знаю Какой пример Это такое нелепое слово Но его используют Очень-очень часто Например Мы с вами Организуем вечеринку Какую-то И расставляем Какие-то декорации И я говорю Окей Everything that's breakable Needs to be Closer to the ground Чтобы оно не упало И не сломалось Потому что оно ловкое Если оно упадет И сломается Поставьте это на пол Everything that's breakable Needs to go on the ground Например Протекти Номер двенадцать Брекаблых Креатур Номер двенадцать Bright И bright Имеет два значения Первое Это яркий It's so bright Where are my sunglasses И bright Еще может быть Кто-то умный Wow, you're so bright He's a bright young man Пожалуйста Except the bright light You are bright Your numbers are great Номер тринадцать Busy Busy Занятой Занятой кто-то Или что-то Может быть тоже Занятым Например Ваш день Или ваша неделя I'm having a busy week То есть не обязательно Это про человека Это может быть еще Про Ну какой-то Период времени В который этот человек Занят Тоже можно назвать Словом Busy Я не уверен Дайте мне знать В комментариях Можно ли на русском языке Сказать Что у меня Занятая неделя Я могу сказать Я могу сказать Что я занят Но я не знаю Можно ли сказать На русском языке Что у меня Занятой день Или занятая неделя Если Не важно Какой ответ Вы мне сейчас Дадите В английском языке Можно Занятая неделя Вау Занятая неделя Номер 14 Спокойный 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 А вы знаете Что я со своими собаками Никогда не говорю по-русски Вообще Их уровень английского Это Advanced Как минимум Я бы не сказал Потому что они не разговаривают У них speaking Не очень хороший Но у них listening Просто отличный Умеют ли они читать, я не знаю, но Мои собаки, они на уровне английского языка Advanced, это точно Если вы хотите быть тоже на уровне Advanced Как я хорошо подвел к этому Но на полном серьезе Если вы думаете, что Пришло время вам выйти на продвинутый Уровень английского языка и перестать Сидеть на среднем уровне На нем очень комфортно И в этом проблема Вы можете довольно-таки много вещей понимать И вы можете довольно-таки о многих вещах Говорить уже Но пришло время, пришло время Двигаться дальше И если вы хотите выйти на новый уровень И узнать всю базу, которая вам нужна Для того, чтобы быть на уровне Advanced У меня есть для вас Как раз-таки то, что вы ищете И это наш челлендж-марафон От Intermedia до Advanced Вы не только поднимаетесь на новый уровень И учите всю информацию, что вам нужна Вы еще и соревнуетесь с такими же студентами Вы выполняете задания Получаете баллы Вы уходите в топ И получаете призы И кто знает, возможно, вы Я говорю сейчас про вас Возможно, вы Будете новым победителем следующего потока Кто знает Поэтому, если вы готовы сказать Бай-бай среднему уровню Я оставлю ссылку в описании Да? Это мы будем оставить в описании? Я думаю, да Ты хочешь рассказать, где ссылка находится? Внимание на то, что происходит То есть Какой пример я могу вам дать? Если вы на стремянке куда-то залазите И она наклоняется и падает Или шатается Вам нужно быть Careful Но если вы на стремянке И у вас на большой скорости едет автобус Вам нужно быть Cautious Номер 17 Charming Charming Это обаятельный или харизматичный He is a very charming man Или She is a very charming person He is a very charming person Да, charming, обаятельный Но не в плане внешнего вида А больше Как этот человек себя ведет И как он общается То есть Харизматичный Это, я считаю, отличный перевод Номер 18 Cheerful Cheerful Это Радостный Очень позитивный человек Вау, ты очень радостный Сегодня Что-то хорошо Что-то произошло Номер 19 Отличное просто слово Clumsy Я обожаю это слово Clumsy Это, знаете Если вы clumsy То вы везде обо все Спотыкаетесь Везде падаете Теряете баланс Все, что вы носите Вы все роняете Всегда ломаете Вы Clumsy Человек Я не совсем знаю Как это называется По-русски Возможно Такого слова нет Но скорее всего Есть, я просто не знаю Дайте мне знать В комментариях Поэтому я считаю Это слово Идеальным, прекрасным словом Потому что я не знаю Аналога в русском языке Clumsy У вас есть репутация Всегда быть очень Неуклюжим человеком Неуклюжий Clumsy Clumsy Номер 20 Concerned Concerned Когда вы concerned Вы очень обеспокоены И вы можете быть еще concerned По поводу какого-то другого человека Hey, how is everything? I've heard the news And I'm very concerned For you Are you okay? То есть вы не только можете быть concerned О себе А беспокойный В состоянии беспокойства Переживания Переживания, да Concerned Я запутанный Я сбит из толку I'm confused Я не понимаю I'm confused What's going on here? Я вообще не понимаю Я в ступоре Я в состоянии просто таком Что я сбит из толку I'm confused I'm confused Номер 22 Creepy Когда кто-то или что-то creepy Это жуткий или мерзкий Halloween This is a creepy mask Take it off It creeps me out Creepy Да, то есть Жуткий, мерзкий Ну, слегка страшный Но не то, чтобы даже страшный Просто Неприятно смотреть на это Это очень жутко Или мерзко Потому что оно страшно Но не Большого ударения на то, что страшно Нет, страшно Это scary Это frightening Это другие слова Creepy Это Вот так Creepy Номер 23 Crowded Я никогда не знал Как это сказать По-русски Вот именно Одним прилагательным Crowded Это когда много людей Толпа This is a crowded room Много слишком здесь людей It's really crowded in here Very crowded Номер 24 Curious Curious Это позитивное Хорошее слово Curious Это любопытный Но не то, что Эй, сует нос везде Нет, это В хорошем смысле Он очень любопытный Человек Он обо всем спрашивает И все учит Или пытается выучить Про ребенка Можно так сказать He is curious Для негативного У нас есть слово Nosy Свой нос Сует везде Curious Это хорошее слово Любопытный Ты curious? Curious Номер 25 Defeated Когда вы чувствуете себя Defeated Вы чувствуете себя Разбитым Разгромленным Подбежденным Когда что-то пошло не так Или все идет не так И вы чувствуете себя Очень defeated Нет сил Я устал Все не пошло Так, как я хотел I'm defeated Defeated Номер 26 Delightful Delightful Это восхитительный Чудесный Слова, которые я не использую В русском языке Восхитительный И чудесный Delightful Да и в английском языке Слово Делайфул Лично я особо не использую Поэтому Но Это отличное слово Очень выразительное слово This evening Has been delightful Да, этот вечер Был просто восхитительным Чудесным Прекрасным Это отличное слово Но так как я Молодой парень Я предпочитаю сленг В своей последней жизни Я могу сказать О, это было fire Но Delightful Тоже применимо Делайфул Номер 27 Уф Dizzy Dizzy Кружится голова I'm feeling dizzy Да, у меня Что-то Кружится голова Dizzy Но это не совсем То, что меня тошнит Или укачивает Здесь слово Nauseous Больше подойдет Хотя укачивает Dizzy Тоже можно сказать Потому что Dizzy Чаще всего Приводит к Nauseous Ну да Dizzy Кружится голова И как-то я себя чувствую Неважно I'm dizzy I need to sit down I'm dizzy Dizzy Номер 28 Disgusted I'm disgusted Я отвращен Отвращен Да, вы в состоянии Отвращения Вы что-то увидели Мерзкое Жуткое Просто Противное I'm disgusted Ew Мы используем Такой звук I was very disgusted When I heard you Say that И ты сказал Что-то очень Жуткое Мерзкое Отвратительное Ужасное I was disgusted Hi I'm disgusted Номер 29 Determined Determined Если вы determined Вы решительный Вы Идете к своей цели Вы решительный человек Determined I'm determined To pass this test Я настроен решительно На то, чтобы сдать этот тест I'm determined Determined Ну и последнее Номер 30 Doubtful Doubtful Это Сомнительно Doubtful Ну, в принципе, как вы и думаете Что это слово значит Это слово doubt Сомнение Doubtful Это сомнительный То есть It's doubtful But not impossible Да, это сомнительно Но не невозможно Doubtful Ну вот и все Дорогие друзья Вы стали Как минимум На 30 Прилагательных Богаче После просмотра Этого видео И я Всегда вам рад помочь Если у вас есть какие-то вопросы И предложения Не забывайте Оставить их в комментариях И если вы еще не подписаны По какой-то причине На этот канал Я не знаю Почему вы еще этого не сделали Вы, видимо, не учите английский Тогда ладно Но если вы учите То подписывайтесь на канал Если вы еще этого не сделали И не забывайте Поставить лайк Под это видео Не для алгоритма Совсем Не для алгоритма Для меня Чтобы мне было приятно Удачи вам И мы увидимся В следующем видео Peace